Уважаемые коллеги, сегодня с вами компания Concord и я, Александр Попов. Речь сейчас пойдет о требованиях пожарной безопасности к кабельно-проводниковой продукции, их обозначении и методах контроля их соответствия. Помимо Конституции России и Гражданского кодекса, так или иначе касающихся всех отраслей нашей деятельности, на территории государства в области пожарной безопасности регулирование осуществляется федеральным законом, технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Номер 123 ФЗ, на требования этого документа мы и будем опираться. Также на требования этого документа опираются отраслевые нормы и корпоративные нормативы, например, нормативы Минатома. Как и положено, федеральный закон никаких прямых требований непосредственно к кабелям не формулирует. Данные задачи делегированы документам более низкого уровня. Таким документом, устанавливающим требованиям пожарной безопасности и методы их контроля в интересующем нас секторе, является ГОСК 31565-2012. Кабельные изделия, требования пожарной безопасности. В первом же пункте документ устанавливает поле своего действия. В частности, оно не распространяется на кабели, прокладываемые в земле и в воде. Думаю, понятно почему. Горение в этих средах проблематично. При этом практически вся кабельная продукция, применяемая внутри помещений подоводействия попадает, поскольку располагается в непосредственной близости от материальных ценностей и людей. То есть там, где вопрос безопасности наиболее актуален. Первым и обязательным для всех кабельных изделий требованием стандарта является нераспространение горения при одиночной прокладке. То есть, подожженный образец обязан самостоятельно потухнуть в установленное время. Сразу хочу удержать горячие головы от постановки подобных экспериментов и тем более от выводов из их результатов. В частности, проведение экспериментов, например, на ветру, способно привести к неожиданным результатам. Даже самолет, устроится для сгорания, в общем-то непредназначенное, в набегающем потоке воздуха сгорает за несколько минут. И какие выводы из этого факта можно сделать? Разве что не пользоваться авиатранспортом, но и электричеством заодно. Результаты любых тестов, и не только тестов в области пожарной безопасности, имеют смысл, если получены в нормированных условиях и могут быть воспроизведены необходимое количество раз. Если ваш или ваших партнеров смущает реакция изделия на воздействие пламени, поделитесь своими сомнениями, именно сомнениями, а не выводами с производителем. Думаю, сейфак должен вызвать живой интерес. В настоящее время применимость продукции без специальных характеристик пожарной безопасности резко ограничена, особенно для обитаемых помещений, и они используются главным образом на промышленные нужды. Рост применения электрической энергии в устройств неминуемо привел к увеличению плотности электрической проводки в сооружениях. В настоящее время объективно невозможно проложить все электрические цепи обособленно, и групповая прокладка кабелей стала единственным возможным техническим решением. Поскольку при этом возникает локальная концентрация горючей массы покровов кабелей, были сформулированы обязательные требования безопасности. Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке. ПРГП сокращенно. Соответствие изделия данным требованием обозначается буквами НГ в его обозначении, а в скобках добавляется символ категории, которая определяется методикой испытаний. Категория не является плохой или хорошей, они неравнозначны и, строго говоря, даже невзаимозаменяемы. Наиболее жесткие испытания предусмотрены категорией АФР. Далее по мере выбывания АБЦД. Стандартом де-факто на сегодня является категория А. Ее мы видим практически во всех проектах. На нее есть устойчивый массовый спрос и вопрос применимости не возникает. Если же это все-таки происходит, то вопрос замены следует адресовать компетентному ответственному лицу. В противном случае есть шанс собрать все шишки в случае любого чрезвычайного происшествия. Физически процедура испытаний проводится в несгораемой камере установленной конструкции, в которой согласно гастированной методике монтируется стояк из изделий, обязательно одного типа размера, и газовая горелка для имитации воздействия пламени пожара. Вертикальное размещение образцов самое благоприятное с точки зрения распространения огня, что делает результаты более достоверными. Конструкция горелки, как и состав газовой смеси, также нормированы. Это необходимо для обеспечения повторяемости результатов испытаний. Итак, горелка зажигается и включается таймер. Некоторое время можно наблюдать весьма красивые эффекты, потом происходит задымление и картинка теряет весь глобу. Данное испытание является практически натурным и максимально приближенным к реальности, поскольку достоверно воспроизводит ситуацию внутри технической шахты или стояка в многоэтажном здании. Через 20 минут горелка выключается и дальнейшее горение некоторое время происходит без внешнего подвода тепла. Как было сказано выше, материалы покровов кобелей обязаны быть самозатухающими и горение обязано прекратиться до момента полного выгорания горючей массы. Если этого не происходит, то изделие непригодно для одиночной прокладки, а для групповой тем более. Если все нормально, то затухание происходит достаточно быстро, некоторое время продолжается тление и затем все остывает. Все, пожар закончен. Перед глазами испытателей предстает примерно такая картина. Теперь их задача измерить длину поврежденного участка кобелей. Если он менее 2,5 метров, изделие прошло испытание и имеет право носить гордые буквы НГ в своей маркировке с указанием соответствующей категории, конечно. Предлагаемая символика подчеркивает концепцию испытательного процесса, воздействие огня и замер поврежденной части. Следующая характеристика безопасности – показатель дымообразования при горении и тлении. Обозначается символами ЛС. Как следует из названия, она контролируется в условиях горения покрова в кабеле, то есть этот вид контроля является разрушающим. Как было указано, имеет место тенденция к росту доли кабеля в общей горючей массе в обитаемых помещениях. Ее формируют конструкционные отделочные материалы, мебель, окна, двери, оборудование, приборы. Все эти изделия вносят свой вклад в формирование процесса пожара и в воздействие продуктов горения на живые организмы. Для всех них также существуют свои нормы пожарной безопасности. Специфика кабельного изделия заключается в том, что он часто является первичным источником возгорания и начинает выделять продукты горения ранее, чем все прочее. Первые секунды пожара являются определяющими в процессе спасения здоровья и жизни людей, поэтому пути эвакуации должны быть хорошо различимы в условиях пожара. Поэтому кабелю, как возможному источнику первичного задымления, стали предъявляться требования, нормирующие дымовыделение при горении и тлении. По данному параметру также имеется несколько категорий в зависимости от методик контроля. Процесс контроля заключается в измерении падения светового потока в продуктах горения и тления образца кабеля. Для этого в закрытой дымовой камере установленной конструкции размещаются подобранные по гастированной методике образцы, под которыми размещается ванночка с горящим чистым спиртом. Данная процедура, как правило, вызывает оживление у части аудитории и является вечным предметом шуток у камельщиков. Увы, ничего не поделаешь. Спирт дает бездымное пламя и не влияет на результаты замеров, в связи с чем в обозримые сроки замены ему не предвидится. После прекращения горения с помощью контрольного источника света и фотоэлемента производится контроль светопроницаемости атмосферы внутри камеры. Упрощен. Вот источник света. Вот датчик. Этакий глаз. Замеряем. Затем дымим согласно методике. Замеряем снова. Результатом для изделия исполнения ЛС должно стать падение светового потока не более чем на 50%, а вообще чем меньше, тем лучше. Сходимость результатов, полученных по описанной методике, оставляет желать лучшего, в связи с чем следует критически относиться к выявленным отклонениям в 1,7%. Такие случаи требуют как минимум дополнительной проверки. На сегодня изделия в исполнении НГАЛС рекомендованы нормативной документацией для применения в том числе в жилищном строительстве, в связи с чем пользуются массовым спросом популярны и востребованы. Есть основания полагать, что в ближайшее время актуальность данной характеристики пожарной безопасности сохранится. Следующий параметр – показатель коррозионной активности продуктов газодымовыделения при горении и тлении. Данная характеристика определяется наличием галогенов, в первую очередь хлора, в составе испытуемых материалов. В чем их опасность? Например, хлор, применявшийся в годы Первой мировой войны как боевое отравляющее вещество при контакте с водой, а на пожаре ее, как правило, хватает, образует соляную кислоту, одинаково губительную как для живых организмов, так и для электрических устройств и строительных конструкций. Попавшая во внутренние пустоты конструкция кислота продолжает свое деструктивное действие и после окончания пожара. Данный показатель устанавливают, изберяя электрохимические характеристики воды, через которую пропустили продукты горения кабельных материалов. Установка для контроля проводимости водного раствора представляет закрытую камеру, в которой сжигаются образцы и емкости с водой, через которую пропускаются продукты горения. Методика проведения контроля и характеристики оборудования, конечно же, регламентированы ГОСТ 60754-2-2011. Подключенные к измерительному прибору электроды погружаются в исследуемую жидкость и производится замер. Измерение pH, концентрации ионов водорода в растворе, происходит примерно так же, только прибор и электроды используются другие. Соответствие результатов замеров нормированным значением дает путевку изделия в мир HF. Такие изделия часто называют безгалогенными. Важно отметить, что ГОСТ 31565-12 устанавливает к изделиям исполнения HF более высокие нормы по дымовыделению, чем у ЛС, в связи с чем исполнение изделий HF-LS лишено всякого смысла. В завершении вопроса считаю нужным отметить, что покровы изделий типа ППГНГА-HF, изготовленные на базе полиолефинов, полиэтилен, один из представителей данной группы веществ, обеспечивают соответствие изделий группе HF по умолчанию. В то же время создание изделия ВВГНГА-HF задача нетривиальная и затратная. Хотя бы потому, что поливинилхлорид, ПВХ, из которого изготовлены покровы изделий типа ВВГ, буква В в обозначении марки изделия, это именно он. Содержит хлор, в силу своей поливинилхлоридной сущности, которая при горении в любом случае будет выделяться. Можно пытаться снизить его концентрацию, но ликвидировать никак нельзя. Без хлора это будет уже не ПВХ, а изделие не ВВГ соответственно. Самое простое решение написать на изделие типа ППГ, что это ВВГНГА-HF. Только зачем? Далее идет, наверное, самый спорный и неоднозначный параметр. Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия. Символы LTX в обозначении. Слово токсичность в названии подразумевает степень негативного воздействия на живые организмы и людей в первую очередь. Очевидно, что любые опыты и эксперименты над людьми вызывают резкое неодобрение последних с непредсказуемыми последствиями для самих экспериментаторов, в связи с чем на алтарь науки первыми выходят лабораторные мыши. Именно воздействие продуктов горения на мышей стало критерием оценки токсичности. Методика опыта подразумевает помещение группы животных в замкнутое пространство, в котором сжигается нормированное количество полимерного материала. Через установленное время камера открывается и устанавливается количество погибших животных. Выглядит несколько жутковато, но не будем забывать, какие задачи решаются и зачем это нужно. По результату эксперимента смертность не должна превышать 50% из группы. Это совершенно не означает, что при всяком пожаре, связанном с испытуемым кабелем, непременно обязана погибнуть ровно половина обитателей того дома или офиса. Гибнуть вообще никому не надо. Эксперимент устанавливает формальные значения в воспроизводимых условиях, позволяющие сравнивать различные материалы. Стандарт устанавливает несколько групп, в зависимости от массы сжигаемых материалов. Чем она выше, тем показатель лучше, тем больше горючей массы допустимо использовать без ущерба требованиям безопасности. Хотя на лабораторных мышей тоже существует стандарт. Конечно, они все не близнецы, и повторяемость результатов опыта оставляет желать лучшего. В связи с этим разработаны альтернативные методики определения токсичности с применением газоанализаторов. Суть их примерно та же, но вместо животных в камере присутствует заборная трубка прибора, определяющая предельные концентрации токсинов. У данной методики также имеются свои минусы, но технологии не стоят на месте, так что имеются все основания в данной теме с мышами распрощаться. Для соответствия обозначению LTX масса сжигаемого материала должна быть не менее 120 грамм, для LS и HF – 40 грамм. Как видно, присутствует троекратная разница, добиться которой не простая задача и не дешевая. Поэтому всегда, когда вижу дешевый LS-LTX, возникают обоснованные смутные сомнения – так ли он не токсичен и насколько он ЛС. Следующий пункт в нашем перечне – предел огнестойкости в условиях воздействия пламени. После электробезопасности это, на мой взгляд, одна из наиболее важных противопожарных характеристик. Она отражает способность изделия выполнять свои функции в условиях воздействия пожара. Если все перечисленные характеристики подразумевают контакт людей с продуктами горения кабелей, то от соблюдения данной зависит жизнь и здоровье людей и вне очага горения тоже. Обозначается она символами FR в маркировке, не путать с обозначением категории распространения горения, а FR – не имеющие отношения к огнестойкости. Это совершенно разные аббревиатуры. F-R – это Front-R, а FR – это Fire Resistance. Именно огнестойкими изделиями должны быть подключены системы сигнализации питания лифтов, аварийного освещения, дымоудаления, пожаротушения и тому подобные системы. Особенно это актуально для общественных зданий с большим скоплением людей. Это различные магазины, кинотеатры, офисы, торгово-развлекательные центры и подобного рода сооружения. Техническая возможность своевременной эвакуации людей жизненно важна для посетителей и обитателей крупных сооружений и висит она именно на кабелях аварийного электроснабжения. Обычный ВВГ способен сопротивляться пламени от силы минут 10, после чего его покровы окончательно выгорают и неминуемо происходит электрический пробой между проводниками, затем автоматика отключает данную электрическую цепь. Еще скорее он происходит, если данный кабель испытывает механическую нагрузку. Суть теста заключается в воздействии пламени газовой горелки на одиночный образец изделия, подключенного к электрической нагрузке. По методике это электрические лампы. Критерием испытания является время функционирования электрической цепи в течение нормированного промежутка. Срабатывание защитной автоматики угасания контрольной лампы означает конец эксперимента и остановку таймера. В нашем случае это 180 минут. Это наивысший показатель, предусмотренный ГОСТ 31565 и практически все добросовестные производители ориентируются именно на него. Почему? Потому что обеспечение огнестойкости на 2 или на 3 часа и с технической и с экономической точки зрения не представляет особой разницы. Поэтому если нет разницы, зачем делать хуже? В то же время разница конструктивой себестоимости между исполнениями на 30 и на 180 минут огнестойкости для производителя весьма чувствительна, что дает поле для креатива. Проблемность данной категории изделий заключается в том, что предел огнестойкости не подлежит обязательному указанию в маркировке изделия и FR-30 минут визуально может оказаться неотличим от FR-180 минут. Разницу возможно увидеть только в сертификатах пожарной безопасности и в официальной сопроводительной документации. Но положа руку на сердце, кто смотрит на класс пожарной опасности и продирается сквозь все эти P1B.1.1.2.1? FR? FR? 3 на 1,5? 3 на 1,5? 0,66? 0,66? Отлично. Дайте две. Осмотреть на него надо. Надо, поскольку большинство участников рынка ориентируется именно на 180 минут огнестойкости и, исходя из этого, разрабатывает проекты, устанавливает нормы и ведут монтаж. И пассажиру застрявшего лифта в горящей многоэтажке на входе в рай наверняка будет неприятно узнать от Архангела, что он невинная жертва эффективной политики закупок или продаж, как вариант. Его давно и с нетерпением ждали. Ну вот, мы бегло прошли по основным противопожарным характеристикам, отображаемым в маркировке кабельных изделий в рамках технического регламента Табожного союза 204-2011 и ГОСТ 31565-2012 в частности. Думаю, что все понимают, что никакое из записанных тестов никак невозможно корректно произвести в полевых условиях. Все перечисленные методики являются разрушающими, в связи с чем все образцы становятся непригодны для дальнейшего использования, что составляет заметную статью расходов у добросовестных производителей и экономию в недобросовестных. Говорят, что каша в голове ведет к лапше на ушах. Думаю, что любое упорядочение информации, даже ограниченной, всегда лучше, чем шквал несортированный. Благодарю вас всех за внимание и надеюсь на обратную связь. Задавайте вопросы, ищите ответы. Дорогу осилит только идущий. Редактор субтитров А.Семкин